Эфир Амурского областного телевидения продолжают новости. В студии для вас работает Наталья Ткачук. Здравствуйте. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. Спрос на русскую культуру. В Российском культурном центре в Пекине хотят проводить мероприятия, организованные правительством Преамурья. Легенды университета. В БГПУ презентовали книгу о преподавателях вуза. К юбилею классика. В Амурской филармонии звучали лучшие произведения Рахманинова в исполнении Национального симфонического оркестра Республики Башкоркастан. От Мопса до Маламута. В Благовещенске прошли соревнования по ездовому спорту. А сейчас об этих и других темах более подробно. Читают русские книги, слушают музыку, смотрят фильмы. В Китае растет спрос на русскую культуру. Об этом рассказали в Российском культурном центре. Деятельность комплекса направлена на то, чтобы жители Поднебесной знакомились с достижениями нашей страны в разных сферах – духовным наследием, богатым научным потенциалом. Накануне учреждение посетило делегации из Амурской области. Подробности далее. Экономику бизнеса мы тоже стартуем в этом году очень активно. Поэтому первый, наверное, бизнес – это у нас будет образовательный бизнес, экспорт образовательного продукта. Вот на следующей неделе у нас тут будут, собственно говоря, мероприятия большие. Конечно, мы заинтересованы, чтобы представили Россию, разную Россию с национальностями и с огромным букетом фольклора и, конечно, классика, в которой мы всегда будем лидерами. Интерес к России у жителей Китая стремительно растет, отмечают в Российском культурном центре. А когда есть спрос, должно быть и предложение. Поэтому здесь готовы предоставлять площадки комплекса для проведения мероприятий, организованных правительством Амурской области. Во время встречи стороны наметили первые шаги в организации сотрудничества. Среди них совместное проведение международного фестиваля, ярмарка культуры и искусства, конкурса музыкальных исполнителей, патриотических смен, которые организуют для ребят из Китая и России. К третьему сентября, в дню окончания Второй мировой войны, мы здесь представим выставку нашего фронтовика Горлоча, который в те события 1945 года, в моменты боевых действий рисовал графически все, что видел вокруг. Такая экспозиция есть и является изюминкой нашего музея. 9 мая мы представляем эту выставку в Совете Федерации в Москве. 3 сентября мы готовы привезти ее сюда, в Пекин, в Пекинский экспо и можем с вами поделиться частью работ, представить и провести презентацию этой выставки здесь у вас. Пекин-далегация Амурской области посетила в рамках форума «Один пояс, один путь». Напомню, в нем приняли участие представители Армении, Ирана, Алжира, Кении и Китая. Россию представляли несколько регионов, в том числе и Преамурье. Специалисты из разных стран обсуждали вопрос развития умных технологий и гуманитарных связей. «Здесь у нас несколько блоков основных работ было. Первый блок был связан с развитием транспортно-логистического потенциала, мы приняли участие в работе под комиссией по транспорту. Вторая часть вопросов была связана с продвижением инвестиционных проектов. По ряду из этих проектов мы уже встречались с инвесторами в рамках Харбинской ярмарки летом. Вот здесь, в Пекине, мы продолжили работу по этим проектам. Это большой спектр проектов в энергетике, в создании индустриальных парков, а также в транспорте и логистике. Сверили часы с китайскими инвесторами, обсудили статус этих проектов, приняли дополнительные решения по их поддержке. Третье важнейшее направление нашей работы – это гуманитарное сотрудничество». Губернатор области также отметил, путешествие в Россию на творческий конкурс, патриотическую смену или учебу в университете оставит хорошее впечатление о нашей стране. На привлечение иностранных студентов, в том числе и из Китая, есть большой запрос. Для этого планируется построить межвузовский кампус в Благовещенске. Денис Блащук, Антон Максимов, Амурское областное телевидение. В Благовещенске отремонтируют крышу военного госпиталя. Соответствующее поручение дал губернатор Василий Орлов. На ремонт выделено около 11 миллионов рублей. Строители отремонтируют стропильную систему, заменят кровельное покрытие, проведут огнезащитную обработку деревянных конструкций и смонтируют водосточную систему. К слову, это историческое здание – старейший госпиталь на Дальнем Востоке. Основан в 1862 году. Является частью архитектурного ансамбля казармы Амурского казачьего полка. Всего в ансамбль входят пять зданий постройки конца 19-го – начала 20-го веков. В селе Большая Озерка Ивановского округа завершили ремонт участка дороги. Протяженность – около километра. Работы по восстановлению дорожного полотна в населенном пункте не проводились около 20 лет. Между тем, отрезок актуален не только для местных жителей. Этот маршрут соединяет Ивановский округ и Октябрьский район. Ремонтные работы начались в июле. За это время специалисты завезли около 3000 кубометров грунта для замены участков трассы, где были дефекты. Еще 6000 кубометров понадобилось для восстановления земляного полотна и частичного поднятия дороги. После строители приступили к обустройству дорожной одежды. Также установлены новые автобусные остановки, дорожные знаки и нанесена разметка. Этот участок, помимо того, что это региональная дорога, она соединяет не только населенные пункты на нашем Ивановском районе, она и соединяет Ивановский район с Октябрьским районом. Здесь очень достаточно большое движение транспорта. Здесь же проходят и автобусные маршруты. Вечность, помещенная в строки. В Благовещенском педагогическом университете презентовали книгу о легендарных преподавателях. В сборник вошли интересные истории жизни педагогов во времена их работы в ВУЗе. На презентации побывал Максим Кузьмичев. Любой университет – это люди. И без людей это действительно только здание. И каждый человек, заходя в это здание, он творит историю. Он творит человеческие души. История человека, история ВУЗа, история страны, гласит предисловие книги. За 93 года в Благовещенском педагогическом университете сменились тысячи студентов и сотни преподавателей. Многие из них стали настоящими легендами БГПУ. Им и посвящена книга. Инициатором ее создания выступил Александр Урманов. Заведующий кафедрой русского языка и литературы вспоминает. Идея появилась более 20 лет назад. Главная цель – рассказать о людях, что называется не сухими фактами, а показать, какой была их жизнь. Мы старались оживить, показать их живыми. Во все их сложности. И какие-то стороны, и какие-то высвечивали, может быть, не самые яркие, или не самые, как бы, может, положительные. Человека старались показать во всей сложности его натуры, его характера. И так вот они предстали живыми. И именно это вызывает такую живую непосредственную реакцию тех, кто читает эту книгу. Передать уникальные человеческие качества – такую задачу поставили составители издания. Для этого книгу поделили на два раздела. В первом содержится воспоминания самих преподавателей о работе и жизни. А во втором – очерки о них, написанные выпускниками прошлых лет. Владислав Лецок, верстальщик издания, выпустился из учебного заведения в 1967 году. Отмечает, даже спустя столько лет студенческие годы помнят хорошо. И это одни из лучших воспоминаний. Поэтому с радостью согласился помочь с составлением книги. Я там учился. Я многих из этих преподавателей знал. Да не многих, а практически всех. И потом, столько таких выпускников было за это время. Ведь каждый из этих легенд преподавателей, он преподавал не один год и даже не одно десятилетие. Очень много прошло. И сколько сейчас по области, да и по России, народу, которые их знали. Поэтому очень многим будет это интересно. На презентацию книги пришли преподаватели и студенты вуза. Артисты студенческого театра БГПУ на сцене представили живое звучание центральных эпизодов книги, рассказывая о жизни и трудовом вкладе легенд их родного университета. Например, про Андрея Елишука, которого называют учителем амурских учителей. Педагог уж очень любил ходить пешком на дальние расстояния. А Андрей Игнатьевич доходил пешком до Чигирей, Белогорья и проходил мост через Ель. Однажды утром я встретила его в кафе, где он пил чай с рогаликом, а второй, завернув, положил в карман, сказал, сегодня иду до архиерейской дачи, беру провиант. Книга «Дань уважения к легендам», которые стали для множества выпускников наставниками. Как отмечает ректор университета Вера Щекина, современные студенты БГПУ должны знать историю своего вуза. Я очень надеюсь, что та молодежь, которая пришла работать к нам сегодня, тоже когда-нибудь станет легендой. Ведь большинство этих людей, о которых мы написали в этой книге, это люди, которые горели сами, зажигали вокруг и делились теплотой своей души, своими знаниями, своими принципами со всеми вокруг. Поэтому это люди, по сути дела, бессмертные. Книга «Преподаватели легенды БГПУ» не станет единственным символом истории университета. Сейчас специалисты уже готовятся к 100-летнему юбилею вуза. Планируется собрать архивные документы потомков легендарных педагогов учебного заведения, чтобы продолжать чтить память именитых наставников. Максим Кузьмичев, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. Мой Рахманинов. В год 150-летия великого композитора в Амурской областной филармонии звучали одни из лучших произведений классика мировой музыки. Исполнитель – Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан. Благовещенск стал первым дальневосточным городом в Большом марафоне прославленного коллектива по ДФО. Подробности далее. Вечер, посвященный Рахманинову, открылся вторым фортепианным концертом композитора. Сегодня это одна из наиболее часто исполняемых и узнаваемых композиций в мире. Ее не случайно называют визитной карточкой России. В ней вся история нашей страны. Эта музыка ассоциируется всегда с понятием России. Второй фортепианный концерт – потрясающее сочинение, как известно, Танеев, когда услышал вторую часть этого концерта. Танеев, который предпочитал очень углубленную, сложную в плане формы, сочетания, сопоставления музыку симфоническую. Он, когда услышал полифоническую музыку, когда услышал вторую часть, по свидетельствам очевидцев, заплакал и сказал, что это гениально. Это настолько просто. Для него было непонятно, что можно такую простую музыку писать, чтобы она звучала гениально. Солистом этого большого концерта стал многократный лауреат международных конкурсов Станислав Корчагин. Молодому виртуозу рукоплескали на сценах Италии, Испании и, конечно, России. Как признается маэстро, для него Рахманинов – это целый мир, каждое произведение которого повторить невозможно. Одна и та же симфония всегда звучит по-разному. Мой один из любимых композиторов, конечно, такой человек, во-первых, целая эпоха. Даже при его жизни люди вдохновлялись им, то есть он был центром, можно сказать, музыкального мира, а сейчас и подавно. Так что для меня Рахманинов – это как можно сравнить его с божеством. Сергея Рахманинова можно смело назвать явлением в истории отечественной музыки. Все его сочинения только на первый взгляд просты, но в каждой ноте заложен глубокий смысл, отражающий время. Не случайно его седьмую симфонию называли секретным оружием блокадного Ленинграда. Тогда, в далеком 42-м, дата первого ее исполнения, эта музыка подарила надежду и веру в себя десяткам тысяч жителей осажденного города. Рахманинов вкладывал в свою музыку не только душу, в ней есть его пророчество относительно будущего России, как, к примеру, в сюите «Симфонические танцы». Символично, что этим произведением, который композитор написал незадолго до своего ухода, и завершился концерт в Благовещенске, признанного во всем мире автора и патриота своей страны Сергея Рахманинова. Юрий Камышный, Вячеслав Попель, Амурское областное телевидение. Хаски, маламуты, лайки, а еще бигли и даже мопсы. В Благовещенске прошли традиционные амурские гонки с участием собак. Спортсмены преодолевали дистанции от километра до четырех на велосипеде, скутере и бегом в тесной связке. Хозяин – питомец. Самых быстрых отметили призами, остальные получили медали на память. Показательно, что участие в соревнованиях приняли не только владельцы ездовых пород. Денис Блащук продолжит тему. Огромная скорость, резкие повороты, перепады высот и рекорд трассы – все это было на амурской гонке 2023. Соревнования прошли в Благовещенске уже в четвертый раз и собрали 50 любителей ездового спорта вместе с их питомцами – как опытных, так и новичков. Бегу первый раз, бегу не со своей собакой, моей собаке 9 месяцев, у меня помесь хаски с немецкой овчаркой, поэтому бегать я тоже буду, только уже со своей. По регламенту нельзя бегать с собакой, которой меньше года. Нет, не тренировался, будет первый раз. Потому что собака молодая еще, собака только учится, и команду надо давать все-таки пожестче. Заряжен, побеждает на самом деле, понимая, что будет тяжело, но дальше будем смотреть на самом деле. На самом деле, небольшая неизвестность. Нелегкий, казалось бы, мужской вид спорта, однако большинство участниц – женщины. Валерия регулярно выходит на старт со своими питомцами, уверенно держит руль велосипеда, который разгоняет Юта. В этот раз вместе они преодолели 4 километра. Вот это мой динозавр, главный. Тихо. Это Юта, это западно-сибирская лайка. Это она старта ждет. Да, она знает, что ее ожидает. У нас многие говорят, это там издевательство какое-то. Нет, я дома только пакет беру, либо рюкзак, в котором лежит снаряжение. Дома они начинают скакать, вот она начинает вот так пищать. Она хватает сама шлейку, несет, что ее надо одевать. Просто вот собака знает, ей нравится. Вот она хвостом виляет. Вот ей только сейчас команду дай, к велосипеду прицепи или просто, и все, мы ее не найдем. Она чухнет, и все. Популярность каникроса и издового спорта в последнее время настолько велика, что на соревнованиях заявляются владельцы мелких пород собак. Биглей, бассенджей, даже мопсов. Как правило, преодолевают короткие дистанции до километра. Мы бежим уже второй раз. Первый раз мы первое место заняли. Мило смотреть. Конечно, мы не стараемся там победить, потому что собака не гонщая. Но она такая активная. Мы тренируемся. Тренировки на набережной. Мы вот прям бегаем, бегаем. Каждый день по три раза. Ну, бывает устает, но она такая активная. Кажется, ей не похоже на мопса со своей активностью. Зрелищными стали и заезды на внедорожных самокатах. Жительница Благовещенска Татьяна Бережных на старте не со своей собакой. Однако за результаты не переживает. С Космо знакома давно. Ее характер прекрасно понимает. Говорит, подруга, владелица собаки, не смогла принять участие. Но, зная, как Космо любит соревнования, не стала лишать питомца такой радости. Поэтому и попросила Татьяну помочь. На велосипеде достаточно страшно, а на скутере нет. Космо прекрасно себя вела, бежала, дай боже. На трассе достаточно сложные подъемы. Я обгоняла. Мы бежали втроем. Одну девочку я обогнала. И вот прибежала Кира. Мы с ней наравне бежали. Друг друга обгоняли. А вот Анастасии с малиной казалось не страшно. Вообще ничего. Стартовали на велосипеде. Разогнались до такой скорости, что просто дух захватывает. Максимальную скорость моя собака развивает до 33 км в час. Средняя около 25. Но, думаю, на спусках 30 км в час у нее было. Собака главное, что довольна. Ей нравится бегать. Она пришла и говорит, может, еще побегаем. Я не устала даже. Моя собака бежит до последнего, не отвлекаясь ни на что, ни на людей, ни на других собак. Хорошо на обгон работает. Но в этот раз нам не удалось обогнать участников впереди нас. Но достаточно беспроблемно доехали. Бежал до последнего сибирских хаски по кличке Хас со своим хозяином Денисом Возьмичевым. Вместе они не только стали победителями на двухкилометровке в Канекроссе, но и установили рекорд трассы 6 минут 7 секунд. Вот что значит настоящая воля к победе. Ее на амурской гонке показали не только люди, но и их четвероногие друзья. Это была последняя информация выпуска. Я желаю вам всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин